итак приветствую вас дорогие друзья сегодня мы поговорим об участниках рынка что является рынок кто в принципе на рынке совершает сделки потому что многие смотрят на график и видят что изменяется цена ну что и кто приводит к этим изменениям какие участники являются главными то есть кто является гостем на рынке это мы с вами скорее всего но на рынке есть участники которые являются хозяевами самих рынков то есть это хеджеры это своп дилеры это не коммерческие трейдеры такие инвестиционные фонды крупные хедж фонды они являются хозяевами также основным хозяином на рынке кроме них является market maker который принимает на себя ту ликвидность которая создается в моменте максимальная потому что его задача удовлетворить спрос и предложение и соответственно он потом реализовывает эту позицию другим участникам рынка то есть это постоянно идет переток капитала постоянно идет переток ликвидности и мы должны знать за кем следить то есть какую информацию нужно видеть и какие участники рынка влияют на те движения которые происходят итак давайте начнем сначала это товарный рынок то есть у товарного рынка своя структура участников валютный рынок индексы другая структура участников все они те которые имеют крупные позиции они подлежат отчетности сети сета такая комиссия по торговле фьючерсами то есть фактически мы можем все их сделки видеть анализировать и обрабатывать что очень важно то есть фактически мы можем следовать за теми покупками или продажами которые они делают на финансовых рынках итак давайте посмотрим по нефти то есть это основной представитель товарного рынка один из самых объемных и затем мы перейдем к евро тоже основной самый ликвидный представитель валютного рынка итак нефть первая группа это производители merchant processor user то есть соответственно производители обработчики товаров те которые потребители крупные дилеры и так далее то есть в принципе это группа которая взаимодействует с реальным товаром те которые используют нефть для переработки продажи для добывают эту нефть то есть все что имеет дело с реальным активом или используют эту нефть например авиационные компании всего стоимости которых услуг которых составляет большой процент стоимость топлива соответственно они хеджируются на фьючерсных рынках и это очень крупная группа которая занимает более 60 70 процентов часто всех позиций на рынке принципе для них этот рынок и был создан и они являются хозяевами рынка или же операторами на данных рынках посмотрим по нефти вот например сейчас на данный момент они удерживают 32 процента лонг позиции и 43 процента шорт позиции то есть больше у них позиции в шортах если посчитать то на 11 процентов шорты преобладают над лонгами и они занимают самую большую долю рынка следующие ребята это своп дилеры самая загадочная группа своп дилеры многие даже не знают что это такое и почему и не так называются так вот это компании которые занимаются товарными свопами что такое товарные свопы то есть это такие структурные продукты которые они продают клиентам которые к ним приходят застраховать свои риски от изменения ценовых колебаний то есть получается что они берут на себя риски ценовых колебаний продают страховку фактически то есть своп дилеры это кстати такие крупные очень организации как goldman sachs jp morgan chase city bank bank of america mary lynch то есть эти все ребята они являются своп дилерами вот я вам даже покажу я нашел статью где они обозначаются вот посмотрите almost all of the companies are large banking or financial services companies and their affiliates who are своп дилер статья goldman sachs jp morgan city bank bank of america mary lynch кредит свис также своп дилерами могут выступать крупнейшие компании которые имеют дело с физическим товаром такие как битбридж если это говорится о нефти как раз это british petroleum shell каргилл это если говорить о зерновом рынке к примеру это крупнейший холдинг то есть даже эти компании они могут тоже выступать своп дилерами потому что это целые конгломераты вот и вы понимаете какое влияние оказывают эти ребята на рынок то есть вот на данный момент зеленые они своп шорт 42 процента шортов у них открыто и лонговых позиций по нефти 11 процентов то есть тоже преобладают шорты соответственно на данный момент например я делаю предположение что работаю от шорта по нефти потому что и производители и своп дилеры находятся в шортах это для меня очень важный признак того что в принципе стоит больше работать от шорта итак смотрим дальше managed money вот синие это те которые инвестиционные фонды хедж фонды различные типы управляющих активами то есть они непосредственно используют рынок рынок только для спекуляций то есть для того чтобы заработать они не имеют дело с реальным товаром фактически они берут на себя риски которые страхуют производители своп дилеры так вот так же managed money это такая группа куда входят и инвесторы например очень крупные очень крупные институциональные инвесторы то есть все организации крупные которые используют рынок для того чтобы заработать спекулянты но в крупных очень масштабах то есть они начинают называется manage money они работают по тренду и сейчас у них 30 процентов открыто лонг позиции то есть всего 4 процента short позиции если мы посмотрим например на этот же график в среднесрочной перспективе давайте так сделаем чтобы увидеть действительно как набираются позиции то есть мы сейчас смотрим дезагрегированный отчет более расширенный есть агрегированный отчет это когда вот производители и своп дилеры они входят в группу commercial traders коммерческие трейдеры а вот управляющие активами остальные подотчетные и не подотчетные они входят в группу не коммерческие то есть которые не связаны с реальным товаром так вот если их разделить на две группы то мы увидим действительно что фонды они работают в основном по тренду вот идет тренд синяя линия они начинают шортить тренд разворачивается покупают потом шортят и вот сейчас вот тренд идет наверх восходящая динамика и они соответственно вот больше покупках находятся в то время как своп дилеры и производители находятся в продаже то есть вот таким образом мы можем посмотреть структуру рынка и проанализировать все-таки более детально давайте дальше посмотрим other reportables сколько они занимают 20 процентов лонгов сейчас то есть это остальные подотчетные группа которые торгуют большим количеством контрактов но тем не менее не относятся ни к производителям ни к своп дилерам ни к инвестиционным фондам то есть не подпадающие под классификацию которая придумана комиссии по торговле фьючерсами но тем не менее являются достаточно крупными для того чтобы отчитываться на данный момент вот удерживают 20 процентов лонгов тоже и 5 процентов шартов и неподотчетные это такие как мы с вами и разные мелкие трейдеры 8 процентов всего лишь то есть общая доля позиций если брать 100 процентов лонг позиции они удерживают всего 8 процентов и 100 процентов шорт позиции удерживают всего 5 процентов то есть очень небольшая группа которая не может существенно оказывать влияние в долгосрочной перспективе на рынок то есть локально да локально да эту толпу выносят часто market maker удовлетворяет их спрос предложений и так далее то есть внутри дня внутри недели какое-то влияние могут оказывать но формировать тренды толпа не может никаким образом то есть тренды формируют именно производители своп дилеры и managed money инвестиционные фонды хедж фонды вот такие группы участников давайте посмотрим по евро по евро немножко другая классификация если вы видите вот розовым цветом это у нас дилер дилер мидер и то есть на данный момент у них 61 процента шорт позиции то есть полный шорт приоритет брокеры дилеры те которые проводят сделки от своего имени в интересах клиентов то есть отражает настроение большинства потому что исполняя сделки клиентов и хеджирует их на внешних рынках то есть допустим и брокер да у него покупает клиент какой-то объем а он перестраховывает этот объем то есть открывает покупку на внешнем рынке и берет на себя комиссию вот таким образом это работает и соответственно дилеры это действительно на валютных рынках они занимают очень крупную позицию на данный момент 61 процентов шортов по евро дальше это с от менеджер институшенал то есть получается что в этой классификации хедж фонды и институциональные инвесторы они разделены то есть они не вместе если вот например по нефти это были менеджер маней менеджер маней группа которая включала инвестиционные фонды и хедж фонды то здесь по евро это две отдельные группы с сет менеджер и leveraged фонд и сет менеджер чем же они принципе отличаются вот какое кардинальное отличие то есть сет менеджер институшенал это профессиональные трейдеры организации которые проводят сделки крупных инвесторов это страховые фонды пенсионные фонды те кто берет деньги у населения а также государственные структуры при минфине центробанки и любые другие организации имеющие статус институциональных инвесторов то есть они подотчетны строго подотчетны к цб комиссии по ценным бумагам и имеют регламент четкий законодательный по которому они могут совершать сделки это очень важно то есть у них нету такой свободы действий которые у хедж-фондов leveraged funds инвестиционные фонды хедж-фонды эта группа отражает сделки инвесторов сделки фондов которые предлагают свои услуги по инвестирую всем же инвестированию всем желающим чаще всего это инвесторы с небольшим капиталом не подойдет счетные к цб хедж-фонды имеет собственную политику управления капиталом в то время как институциональные четко регулируется законодательством из получается что хедж-фонды это не те компании не те фонды которые берут деньги у населения то есть они не могут брать деньги у населения потому что у них своя политика они могут брать деньги у соответственно мелких крупных инвесторов то есть если вы знаете что хедж-фонды обычно заход идет там от 100 тысяч долларов то есть если страховые какие-то паевые инвестиционные они там практически с любой суммы пенсионные фонды то хедж-фонды там от 100 тысяч долларов ведет заход обычно и у них своя политика они могут с плечом торговать они могут шортить и так далее вот фонды которые институциональные занимают лангов на данный момент по евро 60 держит 64 процента 64 очень крупную позицию в то время как хедж-фонды вот всего лишь 9 процентов 9 лангов и 12 шартов то есть принципе позиции хедж-фондов по евро соизмеримо позиции мелких трейдеров что мелкие трейдеры в принципе тоже вы знаете евро очень популярный актив и аж 15 процентов это для мелких трейдеров в принципе очень высокий показатель они сейчас удерживают лангов даже больше чем остальные подотчетные остальные подотчетные также те которые имеют счета более 100 тысяч долларов и плюс проторговывает определенное количество контрактов то есть это более 200 300 контрактов зависимости от ликвидности инструмента если ликвидность высокая то количество контрактов которые подлежат отчету она выше этот порог то есть подотчетные они торгуют соответственно большим количеством контрактам но не относятся к этим всем группам они занимают здесь 8 процентов лангов и один процент всего шорт позиции вот то есть вот так вот такая разница в классификации по нефти и по евро то есть по товарному рынку и по валютному рынку вы должны это знать и отслеживать позиции этих ребят самое интересное это когда происходит изменение позиции то есть крупные изменения позиции которые могут пол подтолкнуть цену в ту или иную сторону например если вы торгуете по тренду то конечно вам лучше следить за фондами они являются non-commercial эта группа не коммерческие трейдеры вот она здесь вы можете в твт видеть изменения этих позиций что очень важно вот когда идут очень сильные изменения соответственно эти зоны они являются магнитами для цены во первых для постановки целей и также они являются очень важными для открытия новых позиций а вот то есть нужно за этим обязательно следить и смотреть динамику изменения позиций в этих двух группах то есть стратегии которые хорошо работают по этим по этой информации они связаны с от отчетами у нас есть отдельные мастер-классы на эту тему мы им вам обязательно предоставим если вы будете нашим клиентом если вы будете пользоваться профессиональным софтом trading volume терминал который в себя включает все инструменты которые дают возможность видеть рынок изнутри и тогда вы увидите что когда например позиции участников достигают максимальных каких-то критических отметок критических отметок я имею ввиду ультра long и ультра short черная линия это мелкие трейдеры и синяя это фонды красная это производители и своп дилеры так вот мы присоединяемся к производителями своп дилерам потому что они имеют реальные скажем так взаимодействие с активом и они лучше знают рынок вот здесь тоже когда критический short идет уже по фондам и мелким трейдерам и соответственно long по коммерсантам это покупки здесь например наоборот фонды и мелкие трейдеры в покупках а тем не менее коммерсанты в продаже соответственно здесь мы тоже присоединяемся к коммерческим трейдерам то есть фактически на пиках рынка вы можете видеть как и где и в каком месте лучше стать и присоединиться к той или иной группе потому что задача трейдера это реагировать и присоединяться к тем участникам которые могут перехватить инициативу и сейчас начать преобладать на рынке и для этого нужно обязательно отслеживать структуру рынка обязательно смотрите сот отчеты и вот когда вы видите каждую группу то есть вы можете отфильтровать и посмотреть например что делают не подотчетные то есть какую они позицию занимают если уже у них видите здесь например уже очень большие лонги то не стоит заходить уже в лонг то есть нужно больше присматриваться к шортам то есть но работать конечно по стратегии но обязательно учитывать эту информацию вот посмотрите когда у них критический максимальный лонг был да вот максимальные лонги и и что это это было как раз на пиках рынка сейчас подвину график немного видите то есть вот черная линия мы сейчас отфильтровали только не подотчетные позиции если вы спросите что мне эта информация дает в принципе да то есть я вам скажу что она дает если вот критические позиции открыты у мелких трейдеров покупки вот в этих местах вот здесь они в экстремальных покупках вот здесь они в покупках тоже самые экстремальные покупки у них обычно на максимумах рынка и это нам дает вот бывает не сразу разворот может быть еще несколько выносов но главное что мы уже в преддверии в преддверии тех событий которые могут произойти и мы не будем просто реагирует вать на движение ценовые колебания или индикаторы какие-то или уровни технические так далее то есть мы будем реагировать на движение крупного капитала в принципе то что мы и делаем то что это приносит действительно преимущество на рынке и я вам желаю чтобы вам эти знания эти навыки которые вы будете приобретать принесли пользу то есть изначально нужно представить свою лестницу правильной стене которая приведет вас к своей цели и к своей мечте потому что если вы будете карабкаться и изучаете ложные направления на рынке очень много ложного всего не только движений но и ложной информации в интернете когда вы ее изучаете читаете идете идете наоборот в другую сторону от своей цели то есть это скажем так очень сильно удлиняет ваш путь а для того чтобы быстрее прийти к результату нужно вникнуть в эту тему что движет рынком кто движет рынком как они работают по каким принципам посмотреть проанализировать то есть понятное дело что это все придет не сразу но обязательно если вы приложите усилия к этому если вы действительно заинтересованы и вам интересен этот бизнес соответственно вы можете в нем реализовать себя и реализовать свой потенциал и мы с помощью этого софта в принципе делали его для себя для того чтобы получить преимущество на рынке и мы его получаем и хотим теперь чтобы каждый трейдер смог воспользоваться этими знаниями и информация потому что информация есть у всех мы просто лучше ее обрабатываем это цитата бобби акселерота и я абсолютно его поддерживаю друзья желаю вам хороших красивых и замечательных трейдов и до встречи в следующих видео пока самый главный вопрос трейдеров и инвесторов как торговать в плюс и ответ кажется найти невозможно но есть необходимо использовать свой ум опыт риск менеджмент реальные данные системный подход самое главное это профессиональный трейдерский софт для комплексного анализа реального рынка мы используем только рабочие и нужные инструменты анализа автоуровня еще все объемы открытый интерес и конечно опционы естественно вам доступны разные виды графиков анализ объемов и кумулятивной дельты и сот отчеты анализируя рынок правильно и комплексно а сервис сигналов и возможность удаленного доступа всегда позволит быть в курсе происходящего с помощью трейдинг вольем терминала и обучающих материалов которые есть на нашем сайте ты начнешь смотреть на рынок изнутри используя реальные и полноценные данные в одном месте у тебя будет доступ не только к графическому отображению торгов но и к объему торгов на бирже к опционным сделкам и правильным необходимым экономическим данным трейдинг вольем терминал это первая платформа для комплексного анализа реального рынка и успешного трейдинга качай платформу на нашем сайте а мы поможем тебе во всем разбираться будь на шаг впереди и и Продолжение следует...